Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы рассмотрим следующие вопросы. Чем закончился суд между потребительским кооперативом БСТ и Центральным Банком Российской Федерации? И как влияет это решение на восстановление денег со счетов Виста? Сколько должны платить консультанты и клиенты при регистрации на новом сайте Life is Good? Конечно, при условии, если они решат регистрироваться на новом сайте. Будет ли на новом сайте возможность брать ломбардный займ и на каких условиях? Ответы на все эти вопросы мы и обсудим в сегодняшнем видео. Поехали! Итак, в данном видео мы продолжим разбирать краткое изложение того, что рассказывают директора Life is Good по поводу регистрации на новом сайте. Первую часть я рассматривал в прошлом видео. Кто не смотрел, то, пожалуйста, можете просмотреть предыдущее видео. Тем более, что там я добавил несколько комментариев от айтишника Евгения, в которых он как раз и высказал свою точку зрения на ситуации с базами данных у Романа Василенко. И, по сути, то, что написано здесь, оно подтверждает комментарий Евгения. В Гермесе мы потеряли доступ к базе данных. Именно потому, что сервера были изъяты. Но здесь говорится, а в новой системе база данных будет копироваться в облако, и пароли будут иметь 6 человек, и все это находится за границей. По сути, идея неплохая, но почему этого нельзя было сделать раньше, как-то заранее позаботиться, то непонятно. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Хорошо. Но в следующем абзаце говорится, но восстановление данных по счету ВИСТа может произойти в июне, а может занять до 12 месяцев. То есть, как видим, сроки достаточно размытые. Июнь у нас наступает уже через неделю. А дальше, говорится, может занять до 12 месяцев. Это на минуточку год. То есть, если бы у Романа Василенко действительно была в наличии копия каких-то баз данных, а напоминаю, что, по сути, прошло уже почти 3 месяца, сайты прекратили работать в начале марта, то есть, март, апрель, вот уже заканчивается май, через неделю. То есть, если бы у них реально была в наличии база данных, то уж, наверное, за 3 месяца, по крайней мере, какую-то часть, что-то можно было бы восстановить, но пока мы ничего этого не видим. Но в этом же абзаце достаточно уверенно заявляется. База данных нам будет возвращена, и цифры будут скорректированы. Даже это звучит не как предположение. Вероятно, возможно, нет. База данных нам будет возвращена, и цифры будут скорректированы. И я еще в прошлом видео задал вопрос, а на чем базируется такая уверенность. И, скорее всего, эта уверенность базировалась на том, что, по мнению адвокатов, которые защищают кооператив Bestway в суде, возможно, все вот эти обвинения в адрес кооператива, внесение кооператива в черный список, так называемый, Центробанка, что это все не обосновано. И в суде удастся доказать именно правоту кооператива, легальность и так далее. И, соответственно, правоохранительным органам, которые изъяли документацию, изъяли сервера, придется это все вернуть. То есть сервера вместе со всеми базами данных. То есть, по сути, видимо, расчет строился на том, что как раз данный судебный процесс будет выигран. Об этом тоже говорится в следующем абзаце. Работа адвоката все это время продолжается. По ПК идет процесс разбирательства. И 18 мая состоялось очередное заседание арбитражного суда города Москвы. И было вынесено решение. Вот здесь мы видим дата 18 мая 2022 года. Арбитражный суд в составе судьи Кузина ММ при введении протокола с секретарем судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Bestway к Центральному банку Российской Федерации о признании незаконными действий с участием от заявителя такие-то лица, от ответчика такие-то, решил, то есть суд решил, в удовлетворении заявления межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Bestway отказать. Проверено на соответствии требованиям действующего законодательства. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в 9-й арбитражный апелляционный суд. ММ судья ММ Кузин. Простыми словами, кооператив Bestway обратился в суд по поводу признания незаконными действий Центрального банка Российской Федерации, но после рассмотрения всех необходимых обращений, документов, доказательств, суд принял решение по заявлению потребительского кооператива Bestway отказать. То есть можно сказать, что в данном случае кооператив проиграл. Решение было вынесено не в пользу кооператива. И поэтому вот эта фраза, в которой уверенно заявляется база данных нам будет возвращена и цифры будут скорректированы, она была написана еще до судебного заседания 18 мая, но вот сейчас уже судебное заседание прошло и мы знаем его результат. К сожалению, для кооператива результат отрицательный. Работа адвоката все это время продолжается. По ПК идет процесс разбирательства. Ну, скорее всего, по закону там есть еще право подать апелляцию и так далее. Юристы наверняка тоже будут предпринимать определенные шаги. Но, еще раз повторю, мы это обсуждаем почему? Потому что, судя по всему, надежда на возврат баз данных Гермеса, для того, чтобы можно было восстановить цифры на счетах ВИСТа, строилась именно на том, что удастся юристам доказать, именно что со стороны кооператива не было никаких нарушений, вся работа велась легально. Но пока, к сожалению, вот мы видим такую ситуацию. Хорошо. Также мы в прошлый раз обсуждали, что те, кто хочет быть консультантом на обновленном сайте Life is Good, они должны пройти регистрацию и оплатить определенные взносы в криптовалюте USDT. Но я еще в прошлом видео обращал внимание, что это достаточно, ну, скажем так, странно для компании, имеющие якобы миллиарды евро и долларов на своих счетах суммарно, просить от инвесторов или консультантов какие-то деньги. Потому что у компании, согласно их же собственным отчетам, на счетах миллиарды этих денег вполне должно хватать, чтобы все текущие расходы обеспечить. Но, тем не менее, заявлялось именно о том, что, например, консультанты могут пройти регистрацию и уплатить там порядка 56 USDT. Это что касается консультантов для регистрации на новом сайте. А что же можно сказать относительно клиентов? То есть клиенты это люди, которые не планируют никого приглашать. В этом тексте написано, клиенты могут ничего не платить, просто ждать. Созданием сайта занимаются две компании. Одна занимается созданием бирж, другая занимается входами под пароли. Есть обеспечительный фонд, который гарантирует средства. Ну, слово гарантирует, я не знаю, насколько тут уместно, гарантирует или обеспечивает. Я думаю, что многие сейчас увидели в сложившейся ситуации, что не стоит тут ожидать каких-то особых гарантий. Важная информация по кабинету будет дублироваться на электронную почту. Окей. Планируется создание собственной биржи. Возникает вопрос, зачем предлагать новое, пока не выполнены обязательства? Да, это хороший вопрос. Зачем предлагать новое, пока не выполнены обязательства по старым кабинетам, по старым инвестициям? Ответ следующий. Чтобы поддержать людей, подготовить базу. Кто-то примет решение уйти, но многие останутся и будут двигаться дальше. То есть, типа, пока мы занимаемся восстановлением как раз данных со счетов Виста, а повторю, что мы только что читали, что восстановление может там состояться в июне, а может быть занять до 12 месяцев. То есть, когда конкретно это будет восстановлено, никто толком не знает. И поэтому, поскольку это может затянуться, типа, вот мы даем такой промежуточный вариант. Для вас компания и создала новый продукт. От пятого уровня и ниже регистрация 55 USDT. Изначально было 300 USD, но было принято решение облегчить условия. Итак, в новом проекте Life is Good будут акции, так называемые. На момент написания данного текста стоимость акции составляла 256 долларов. То есть, человек, который проходит регистрацию на новом сайте Life is Good, он получает одну десятую акцию. То есть, это примерно 26 долларов. Акция дает право получать пассивный доход, 15-20% годовых. То есть, в принципе, доходность акции сравнима с той доходностью, которую получали клиенты от счета Vista. Плюс дополнительный доход за счет удорожания самой акции. Спрос на акции большой, поэтому цена будет расти. То есть, я так понял, что стоимость курса акции зависит от спроса на нее. То есть, чем более ажиотажный спрос, тем быстрее растет курс самой акции. Есть уже большое комьюнити, среди которого распространяются эти акции. Ну, то есть, за 8 лет своего существования Life is Good, конечно, создала большое комьюнити, в которое входят сотни тысяч инвесторов и консультантов. больше ста тысяч человек, да. То есть, комьюнити большое. Понятное дело, что кто-то в данной ситуации разочарован и уже ни во что не верит и не хочет двигаться с компанией дальше, ну, а кто-то, возможно, решит для себя, что он не прочь, как говорится, воспользоваться теми новыми возможностями, которые ему предоставляются. Уже сейчас вы можете видеть прирост курса. За 2-3 дня было продано 500 акций, курс вырос на 5%. С 20-го числа, имеется в виду 20 мая, стоимость акции может вырасти до 280-290 долларов. Все деньги, которые идут на покупку акций, хранятся на едином кошельке, благодаря этому акции можно сразу продать. То есть, акции можно купить, можно их обратно продать. Также на новом сайте есть ломбард займ на следующих условиях. Если ломбард займ берется на 3 месяца, он берется, составляет до 50% от суммы, под 1,5%, я так понимаю, это 1,5% за 3 месяца. Есть вариант займ на 6 месяцев уже под 60%, стоимость составит 3% за 6 месяцев, и, наконец, займ на 12 месяцев 70%, под 5% годовых. То есть, получается, если сравнивать с ломбардным займом или кредитом, который был на счете Виста, там, как мы знаем, он составлял тоже 70%, но там он был бессрочный вообще изначально и под 7% годовых. Здесь, получается, он даже немного выгоднее на пару процентов. Увеличение количества акций это увеличение инвестиционного дохода и прироста акций в цене. Уже некоторые партнеры взяли ломбардный займ и моментально вывели на USDT. То есть, в принципе, как раз ломбардный займ позволяет, например, человек внес какую-то сумму, получил ломбардный займ согласии с данными условиями 50, 60 или 70% вывел на USDT кошелек и может использовать для своих нужд. От стоимости акций платится 7% ажево и идут начисления по маркетингу. Единицы и гонорар. То есть, по сути, получается, что маркетинг здесь будет похож на тот маркетинг, который был в Life is Good. То есть, помимо стоимости самих акций есть еще 7% ажево и будут начисляться по маркетингу эти же цифры. Три пакетных входа. Первый пакет 735 USDT он содержит в себе 35 единиц и позволяет строить карьеру до третьего уровня. 1350 USDT он содержит в себе 60 единиц и маленький вход в кооператив 1020. То есть, как вы помните, был маленький вход в кооператив и большой. Вот здесь имеется в виду маленький. он этот вход позволяет также этот пакет позволяет строить карьеру до четвертого уровня. И, соответственно, максимальный пакет 2100 это как раз вход в кооператив не маленький, а нормальный, скажем так, 2040 без ограничений карьеры и он содержит в себе 100 единиц. Возможен апгрейд пакетов, то есть, можно перейти с меньшего пакета на больший. В самих пакетах нет акции, пакет дает право покупать акции. То есть, насколько я понимаю, сейчас пока консультанты могут регистрироваться на вот тех условиях, которые озвучивались там 56 USDT, но в дальнейшем уже, если кто-то захочет быть консультантом, ему придется приобретать вот один из этих пакетов. Был опубликован следующий текст. Уважаемые, в кабинете есть возможность регистрации на один из трех пакетов. Разберем их. Пакет 735 USDT предназначен для сотрудников первого и второго уровня. Я не буду здесь подробно все расписывать, вы видите на экране. И общая сумма получается 39,7 USDT, если округлить, это 40 USDT для первого и второго уровня. Пакет 1365 предназначен для сотрудников третьего уровня. если все просуммировать, получается и округлить 47 USDT. Наконец, для четвертого и пятого уровня 53,39 если округлить 55. Повторю, что за поскольку стоимость акции меняется, возможно, информация уже устарела, надо уточнять. А вот для директоров, для сотрудников от шестого уровня, как здесь написано, для активации сотрудников от шестого уровня нужно, если округлить, 300 USDT. Итак, подчеркиваю, что те варианты, которые я сейчас зачитал, я зачитываю просто как информацию. Какое решение вы примете на основании этой информации, это ваше личное дело. Кто-то может посчитать, что все, уже ничего не будет, никакого счета Vista не восстановится, и денег мы никогда не увидим, а требование внести новые деньги это просто добор, человек имеет право и так посчитать, кто-то решит, что озвученные суммы в принципе не такие уж большие по сравнению с теми деньгами, которые у человека на счете есть. Тут каждый решает сам. Но выше я зачитал именно условия для тех, кто хочет быть консультантом, кто решит быть консультантом. А что же касается тех, кто не хочет быть никаким консультантом, не хочет никого приглашать, хочет быть просто инвестором. Вот буквально сегодня на канале новости Vista калькулятора появилось следующее сообщение. Максимум внимания! Срочная информация для клиентов Vista счета и консультантов. Началась регистрация клиентов Vista счета в новых кабинетах. Теперь уже официально за новый кабинет придется заплатить 16 USDT со всеми комиссиями. Это около 1100 рублей. Других опций, к сожалению, не предоставлено. Бесплатно получить кабинет возможности не будет. Поэтому, если у вас есть Vista счет или даже несколько, поторопитесь зарегистрировать кабинет в новой системе с минимальным базовым пакетом. для этого необходимо будет зачислить 15 USDT в свой кабинет, так как это минимальная сумма зачисления на кошелек, который вам будет предоставлен в процессе регистрации. То есть публиковалась информация, что возможно для клиентов это все будет бесплатно, но последняя информация такая, что и для клиентов тоже придется что-то платить. Повторю еще раз, каждый решает сам, готов он, не готов и так далее. Хорошая новость в том, что если у вас было несколько счетов на свое имя или на семью, то вы можете зарегистрировать один аккаунт, куда в последующем сможете загрузить несколько счетов, даже если они оформлены на разных людей. Окей, я правда с трудом представляю, каким образом это все там будет привязываться, чтобы в одном кабинете несколько счетов прикрепить и так далее. Ну ладно. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что лимит на вывод будет единый на все загруженные кошельки в кабинете. Допустим, лимит поставят 500 USDT в месяц и этот лимит действует на весь кабинет, то есть на все счета. Вы сможете вывести всего 500 USDT в месяц со всех счетов, а не по 500 USDT с каждого. Если же вы на каждый счет оформите свой клиентский кабинет, то получите по 500 USDT лимит на каждый счет. Ну, это тоже надо учитывать. Важно понимать, что каков бы ни был лимит на вывод, даже если он будет всего 100 USDT в месяц, то вы в любом случае сразу же окупите свои вложенные 15 USDT обратно. Еще раз повторю, что кто-то может сказать это все добор, нас и так кинули и хотят в очередной раз собрать деньги. И человек примет решение больше никаких денег не вкладывать. окей, это тоже как говорится один вариант решения. Кто-то может занять выжидательную позицию и сказать я пока не готов ничего платить, я понаблюдаю за другими теми, кто например оплатит эти самые 16 USDT и если я увижу что спустя сколько-то времени сколько-то месяцев у них действительно на балансе появятся циферки со счета Vista и они начнут их выводить, вот тогда я готов уже буду тоже поучаствовать, оплатить и так далее. Ну, тут уже каждый сам решает. Соглашусь с каждым, что ситуация все равно остается неприятной. а неприятна она именно потому, что у многих на счетах Vista десятки тысяч, а у кого-то и сотни тысяч евро и по факту их деньги сейчас заморожены, они ничего вывести не могут и с какого-то перепуга они сейчас должны вносить новые деньги. Старые заморожены, а надо новые вносить. Ну, вот тут уже повторю варианты вот такие. это единственный вариант получить свои деньги с Vista счетов. И слава богу сумма для регистрации не совсем астрономическая. Не 100 долларов и не 10 тысяч рублей, а 1100 рублей будет достаточно. Ну, мое мнение я уже озвучивал. Даже для компании, которая имеет на своих счетах якобы миллиарды долларов, даже по 55 ИСДТ собирать это крохоборство какое-то, а уж там 15-16 евро это вообще непонятно, зачем ей это надо. Как раз да, следующий абзац. Зачем компании нужно брать эту оплату? Я больше всего задавался этим вопросом и получил сегодня на него ответ. Раньше мы платили за обслуживание счетов 0,83% в месяц, то есть 1% в год от суммы на счете, что выходило для большинства людей гораздо больше, чем эти несчастные 16 USDT сегодня. К тому же в дальнейшем через год нужно будет платить всего 1 USDT в год, что выходит выгоднее, чем было раньше. Повторю, что сейчас все деньги всех инвесторов находятся у компании. На протяжении уже нескольких месяцев никто не может вывести со своих старых счетов ни копейки, а соответственно компания спокойненько может этими деньгами пользоваться, прокручивать, получать прибыль и так далее. Конечно, я предвижу возражения, кто-то скажет, что да, это были просто циферки на счетах, этих денег в реальности уже давно нет, все уже, как говорится, попилено. Ну, может быть, что-то и есть, какие-то суммы, да, и те суммы, которые есть, ими компания может пользоваться и, соответственно, получать на них какую-то прибыль. В таком мире мы живем, за все приходится платить, ничего не поделаешь. Ну, опять же, да, у человека остается выбор, как говорится, принять решение, ничего никуда не вкладывать, а занять выжидательную позицию. Так, и самое главное, 1 июня заканчивается льготная регистрация, для активации своего кабинета нужно будет уже не 15 USDT, а 840 USDT со всеми комиссиями. Это примерно 56500 рублей, поэтому поторопитесь сделать все до 1 июня. Ну, вот, опять это получается какое-то выкручивание рук, выкручивать рук, давай, давай, быстрее, голосуй, а то проиграешь, и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации никакой вины инвесторов или консультантов нет, все эти косяки, за все эти косяки несет прямую ответственность администрация компании, в том числе и лично Роман Василенко, и в своих комментариях айтишник Евгений собственно озвучивал свою версию, что конкретно произошло, почему сайты перестали работать и так далее. Вот, ну, на мой взгляд, вот это поторапливание давай-давай это, ну, неправильно будет, не есть хорошо. Торопите своих консультантов, чтобы скорее прислали вам приглашение на e-mail, ссылки для регистрации нет, только персональное приглашение по e-mail. Как только появятся новые информации, вы узнаете ее первыми, если подпишетесь на канал. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели те варианты регистрации и оплат для консультантов, которые были озвучены, а также мы видим, что если раньше были разговоры, что якобы клиенты смогут регистрироваться бесплатно, выясняется, что нет ничего подобного, даже для клиентов нужно оплачивать, да, пусть небольшие деньги, но все равно, как говорится, все равно надо, то есть 16 USDT. Оплачивать какие-либо деньги или занять выжидательную позицию, просто наблюдать, это, повторю, каждый уже решает сам. Пишите в комментариях ваше мнение по сложившейся ситуации, если у вас есть какая-то более свежая информация, тоже пишите в комментариях, следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, добавляйтесь также в наш телеграм-чат, с вами на связи был Андрей Жариков, всего доброго! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!